О творчестве первого народного писателя Чечена Ингушетии Ахмеда Бокова красноречиво говорит количество проданных книг. Общий тираж его изданий составил около трех миллионов экземпляров. Этот показатель является рекордным не только в ингушской литературе, но и в творчестве писателя всех Кавказских республик. Сыновья Беки, Багровой Зори, Судьба, названия хотя бы одной из этих книг наверняка известны каждому жителю Ингушетии. Но мало кто знает, какую роль автор этих произведений сыграл в становлении не только ингушской литературы, но и национального театра. В 1959 году молодого корреспондента газеты «Сердало» Ахмеда Бокова республиканский Минкульт направляет на работу режиссером в Назрановский народный театр, который еще нужно было создавать. Начало народного Назрановского театра именно в этом здании было. Представьте себе, что здесь артисты, это бывшее здание ДК, здесь артисты репетировали. После своей работы вечером приходили, несмотря на то, что семья есть, отдавали все силы, стремление, оставили все, они сюда приходили и стали артистами. Боков удалось создать коллектив. Его заслуга огромна и в том, что он профессионально занимался популяризацией родного языка, популяризацией языка на сцене, чтобы на ингушском языке играли наши спектакли и ставили роли наши актеры. Сегодня в республике целых три театра для детей и взрослых на русском, ингушском языках. Теперь уже не на подмостках Старого дома культуры Назране 60-х годов ставит известнейший Роман Бокова «Сыновья Беки». Государь помнит подвиг ингушских садников, но нам нужна помощь. Нужно собрать еще один кавалерийский волк. О таком признании Ахмед Боков не мог и мечтать, ведь связывать свою жизнь с театром, как и с литературой, никогда не собирался. Юность и молодость будущего писателя проходили в селении Сагапши, в дни, когда представителям его класса приходилось с лихвой испытывать на себе все трудности строительства социалистического общества. С 13 лет еще участь в школе Ахмед Боков подрабатывал в колхозе на различных работах и лишь во время депортации случайно попал на прослушивание в театральный институт в Казахстане. Так и начался его творческий путь длиною в целую жизнь. Научная значимость его произведений огромна в том плане, что он не просто писал, он сохранял лицо эпохи, образ эпохи, той, которая ушла, той, в которой формировались наши отцы, наши деды. Мы читаем романы и постепенно окунаемся в его эпоху, в его время. Но и в то же время колоссальная заслуга его и в том, что он умел и историческую правду передать. Первый рассказ писателя Буран на ингушском языке был опубликован в газете «Знамя труда», выходившей в городе Алма-Ата в 1957 году. Затем он пишет рассказы «Честь», «Мой спутник», «Последняя ночь» и многие другие. Печатался в газетах Казахстана, Чеченой Ингушетии и Северной Осетии. Сегодня вспоминает не только о творчестве писателя, но и о его вкладе в присвоение звания города-героя Малгабеку. Именно Ахмед Боков был инициатором по созданию хроники таких важных моментов в истории ингушского народа, как гражданская война, Малгабекская стратегическая оборонительная операция во время Великой Отечественной войны, подъем сельского хозяйства, нефтяной промышленности и многого другого. Он был в комиссии по увековечиванию подвига города Малгабек, города воинской славы. Уже давно занимался над этим вопросом, перед уходом из жизни. Он сам приехал на машине и позвал меня, чтобы передать эти материалы. А он был очень тяжело болен тогда. Я ему говорю, Ахмед Хамеевич, вы почему приехали? Я сам бы приехал на телефон, чтобы получить эти материалы. Он сказал, я считаю это своим долгом. В копилке первого народного писателя ЧССР Ахмеда Бокова множество наград и званий, но больше всего он дорожил письмами читателей. В архиве Ахмеда Бокова их более трехсот. География благодарных читателей впечатляет. Это города и населенные пункты, разбросанные от Молдавии и до Сахалина, от Ленинграда и до Казахстана. Ахмеда Бокова не стало 2 апреля 2006 года. Через два дня после его смерти вышел указ президента России Владимира Путина о награждении писателя Орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Сегодня его именем назван проспект в столице республики. А в селении Сагапши, где родился и вырос писатель, в его честь названа 19-я школа. Хадя Добрива, Амина Бокова, Новости 24.